Ну что, начался новый месяц в игре Genshin Impact. Давай заберем с тобой всю халяву, которую предоставляют нам разработчики. Падам-падам-падам. Опа! Большой всем тюлени привет! С вами на связи Аркадий и Толкен Вейд. Поздравляю всех с началом октября. Поэтому, как обычно, в игре обновляются ежемесячные бонусы. Для начала, конечно же, заходим в магазин Pymon, для того, чтобы приобрести свои замечательные молитвы, которые разработчики все еще выдают нам. За звездную пыль можно купить по 5 штук ивентовых и 5 классических молитв. Ну и, само собой, не забывайте здесь покупать Мору. Мора достаточно выгодная штука при приобретении за звездную пыль. Далее, за звездный блеск у нас можно приобрести Razor или Ember. Да, консты на Ember достаточно редкие, выбивать их очень трудно, поэтому на базовых персонажей, если вы хотите их в C6 загнать, то надо обязательно покупать Razor. Ну, не знаю, в принципе, кто его хочет дособирать до C6, то, пожалуйста, можно купить, но я бы не рекомендовал. Не самый лучший персонаж, но, в принципе, можно поиграть. Из оружия нас ожидает меч аристократов. Королевский сет. Бесполезные пушки, никому не советую сливать сюда свой звездный блеск. Это просто трата ресурсов, очень специфичные эффекты. Пушка с большой базой и с пассивными критами, которые дают шанс на нанесение крита, который стакается. Ну, это прям не самый лучший эффект, который можно ожидать от такой дорогой пушки. Далее, конечно же, нас ожидает обновление бонусов на форуме за вход. Плюс к тому же, там сейчас идет розыгрыш благословения полу-луны. Ты имеешь некоторый шанс, почти, по-моему, 10% или же 20% на получение целой благословения полу-луны на почту. Все происходит по ссылочке в описании, поэтому обязательно туда переходи и все там выполняй. В принципе, просто надо зайти на веб-ивент и прожать кнопку. Все, больше ничего не надо делать. Ну, а также там еще несколько веб-ивентов. В прошлых роликах я про них рассказывал. Если ты их не видел, то можешь перейти тоже посмотреть. И, конечно же, переходим в нашу витую бездну. Давайте посмотрим на новый баф. Что там у нас появилось? Что у нас будет ожидать в следующие две недели на прохождении? Давайте посмотрим. Витая бездна, по-моему, не обновилась. Тут ничего нового нет. Обновился только бонус. Когда персонаж активирует элементальную реакцию, ботанизация, вегетация или цветение, у всех членов отряда повышается мастихий на 40 единиц. До пяти раз такается. Оп, нас продолжают всячески закидывать и стараться заставить играть через бутончики. В принципе... А, нет, вру, вру, вру. Бездна обновилась. Тут нас встречают новые противники. Ну что ж, это значит, надо пройти витую бездну. Что вы считаете, да? Но это уже будет отдельный ролик. Но посмотрим, что здесь нам нового предоставили. Так, то есть у нас обновился одиннадцатый этаж, скорее всего. Да, одиннадцатый обновился. Десятый. Десятый, по-моему, оставили нетронутым. Да. То есть одиннадцатый и двенадцатый этажи у нас поменялись. Поэтому пройдем, покажем, как это все можно будет проходить, но в отдельном ролике. Ну что ж, вот такие вот награды можно собирать. Плюс еще не забивайте заглядывать на почту. Там у нас награды все равно валяются дополнительные. Да, вот пришла последняя награда с пиделиков, которые за годовщину игры. Оп, забрали. Ну что ж, все награды забрали. Продолжаем выбивать сайна и готовимся к выходу новых прекраснейших девочек. Нахида просто божественна. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова